Если мы с вами еще не знакомы, то меня зовут Сергей Геси и вы на канале, посвященном мотопутешествиям. Сегодня я расскажу вам о своих впечатлениях владения Suzuki V-Strom на протяжении трех лет. Было пройдено около 50 тысяч километров и достаточно стран, чтобы понять насколько подходит мне этот мотоцикл для моих целей и стилей езды. Сразу после покупки Strom я выпустил ролик, где я обосновал свой выбор. Ссылка будет в описании. Ну а я решил продолжить тему и рассказать вам почему именно я выбрал Suzuki V-Strom DL650. Я расскажу вам какие модели я рассматривал и почему остановился именно на этом мотоцикле. И скажу я вам, что за это время я не был разочарован этой моделью. Давайте пройдемся по пунктам. Первое. Этот мотоцикл по-прежнему для меня является универсальным, так как я живу в городе и мое перемещение в основном происходит по хорошим дорогам. Динамики и ускорения мне хватает. Мой крейсер на трассе колеблется от 120 до 140 км в час. Ускорения для обгона мне хватает даже со вторым номером. Я знаю, чего мне ждать и на что способен мой мотоцикл. От этого я отталкиваюсь. Это касается и тормозов. Я абсолютно здесь ничего не усовершенствовал. Единственный нюанс это хотелось бы отключаемый АБС на заднем колесе, чтобы получить максимальное удовольствие от грунтов. По динамике я не спорю, что литр будет круче, но сейчас в будни. Да и в мотопутешествии я стараюсь ставить акцент не на скорости перемещения, а на качестве и количестве мест, куда я хочу доехать. Фото на память надо? Вот туда наверх? Ты задыхался уже? Разговаривает, шепчет, говорит, давай. Соответственно, скорость иногда может падать до минимума. И в этом плане 650-ка более комфортная, потому что ее нужно меньше крутить на около нулевых скоростях. Ай-яй-яй. Ух ты, трогаться. Останавливаться вообще нельзя. Чтобы вы поняли мой стиль езды, можете просто посмотреть ролики о выездах выходного дня, которые я добавлю в описании. Поверьте, с литром мне такие поездки дались бы намного сложнее. Закончилась камышовая дорога. Разворот. Ёблин! Твою мать, а! Второе. Ход подвесок. Однозначно мало, но не забываем, что Вестром для меня универсальный мотоцикл. И, несмотря на это, он справился со всеми испытаниями, которые выпали на его долю. Под колесами остались турецкие горные дороги, сложные грузинские перевалы и броды. Ну и, конечно же, карпатские крутые каменные подъемы и спуски. Это звездец. Все это было пройдено без потерь. А за три года я прокачал свои навыки и скажу, что теперь на 650-м строме я могу забраться намного дальше, чем первый сезон на этом мотоцикле. Пусть это будет не спеша, но это реально. Большие хода подвески, несомненно, мне бы добавили смелости и скорости. Возможно, даже быстрее проскочить более сложные участки дороги и с большим перепадом по грунту. Да еще и комфорт. Но на данный момент такой мотоцикл уже не будет бюджетным. А к старым моделям, типа старой Африки, я по-прежнему возвращаться не хочу. Это мое мнение и мой выбор. Варианты, на которые я обращаю внимание, по цене в 2, а то и в 3 раза дороже. Это Yamaha Tenera 700 или 850 GS. Да, кстати, Suzuki анонсировала выход нового 800 Vestrom. Ну, во-первых, пока эта модель появится в продаже, это время. И еще время, пока она появится на вторичном рынке. Так что в ближайшее время я могу о нем смело забыть. Хотя очень интересно протестировать данный экземпляр. Аналогичная ситуация и с новым Transalp. 3. Обслуживание. Все запчасти и детали, еще как говорят в тренде, и достать их не составляет труда. 4. Литые диски. Если не крутить на камнях и не пытаться дико по ним скакать, то ничего с ними не будет. Конечно, есть исключение, это залет в какую-то дикую яму. Ну и в этой ситуации могут пострадать и спецованные колеса. А без камерка по-прежнему для меня остается огромным плюсом в мотопутешествии. А я напомню вам, что если есть желание поддержать канал финансово, ссылка на реквизиты в описании. Карты приват, моно, пайпел. Либо стать спонсором канала. Все ваши донаты идут на воплощение в жизнь моего очередного мотопутешествия. Или приобретение гаджетов для более качественной съемки и создания фильмов. Ветрозащита. Хотя стоковый ветровик и считается неплохим в этой категории мотоциклов, на трассе его маловато. На грунте, чтобы катать в стойке, он как раз подходит. Вариант дефлектор. Но за два сезона мой раздолбался в креплениях в хлам. Так что я пока нахожусь в подвешенном состоянии в этом вопросе. Не хочу брать высокий ветровик из-за неудобства на оффроуде. Ищу средний вариант. Резина. Все три сезона откатал на Хайденау К60 Скаут. С каменным грунтом эта резина справляется. Песок. Вообще отдельная тема для разговора. Давным-давно я катался на литровой Африке и мне в комментариях писали, чтобы я протестировал этот мотоцикл на песке. Мол, все дело в мотоцикле. Сел, поехал. Если пересел на тяжелый эндуро, то он сам должен в априори ехать по песку без проблем. Но мы с вами прекрасно понимаем, что здесь все зависит от ваших скиллов и опыта. Я только в прошлом сезоне продвинулся в технике владения мотоциклом на песке и скажу, что все зависит от моих навыков. Грязь. Я вообще стараюсь туда не лезть. Здесь все зависит от резины на вашем мотоцикле. Если я встречаю в путешествии такие участки, я стараюсь их пройти аккуратно или объехать. Ведь моя цель не экстрим, а доехать до интересных мест. Хайденау для этого не предназначена. Она мгновенно залипает. И тем не менее она мне нравится. Я бы с удовольствием поставил более злую резину, но мои путешествия могут длиться больше месяца и проезжаю я больше 10 тысяч километров. Поэтому абсолютно нет желания заморачиваться с поиском резины в пути. Хайденау ходит до 25 тысяч. В прошлом сезоне вообще был интересный случай. Мое переднее колесо пережило два задних. Скорее всего это объясняется тем, что в путешествии из-за большого количества багажа задняя часть мотоцикла всегда загружена намного больше, чем передок. Бытует мнение, что данная резина плохо держит на мокром асфальте. Дело в том, что я в принципе в дождь не испытываю судьбу и езжу очень аккуратно. Даже не пытаюсь сложить мотоцикл в поворотах. Хайденау шумная? Возможно. Но я привык и мне не с чем сравнивать. Лежит в запасе Michelin Adventure? Поставлю пойму. Это во-первых. А во-вторых, для меня это мелочь, на которую я абсолютно не обращаю внимания. Шумный шлем, шумная резина. Я вообще быстро привыкаю ко всему и подстраиваюсь. А теперь по технической части. Что сделано за это время и какие проблемы были решены? По поводу допов, которые я ставил ранее, есть ролики. Будут ссылки. Там много интересного и в частности боковая защита и рамки для кофров, сделанные моим одноклубником Сашей Турком. Боковая защита отработала на все 100%. Она полностью защищает пластик от повреждений. Привалив мотоцикл на камнях в Турции, я прилично помял боковой жесткий кофр. Путешествие закончил, примотав и укрепив крепление. А по приезду домой Сережа Сирко мне его не только реанимировал, но и обновил. Поставил новые замки на все три кофра. Металл это Сашина специализация. Поэтому, когда стал вопрос увеличения клиренса за счет переустановки линков, я обратился к нему, чтобы доваривать боковые центральные подножки. При моем росте метр семьдесят два я уже привык к высоте мотоцикла и готов был к тому, чтобы его поднять. ТО я провожу регулярно и своевременно. Занимается этим вопросом мой товарищ Дима Провокатор, с которым мы откатали два сезона по Карпатам. Полностью доверяю его мнению и делаю, как он советует. Раз он сказал, что пришло время менять цепи ГРМ, значит нужно это делать. Замену провели на пробеге около 110 тысяч километров. Когда я покупал мотоцикл в Германии, у него был небольшой дефект в перьях вилки. Поэтому в конце каждого сезона мне приходилось полностью менять расходники. Исключение составил третий год эксплуатации, она отработала на все сто и без вопросов. Единственное, я прошел в этом сезоне меньше, чем обычно, около 15 тысяч. Все свечи я поменял только один раз и в первом сезоне, сразу после покупки мотоцикла. Говорю, сегодня буду все снимать, сегодня будет ролик. Хоть что-нибудь надо наснимать в этом сезоне, помимо Карпат, когда мы зажигали. Привет. Да, привет. Конец ноября, еще две недели назад, мы фестивалили там по барханам и было тепленько. Валило солнышко, меня надуло, продуло. Я две недели кашляю. Будем вам рассказывать, что мы будем делать зимой с мотоциклами. Я достаточно много езжу по бездорожью, а в путешествиях выбираю много грунтовых дорог. Поэтому в конце сезона мы пересматриваем все крепления и перетягиваем болты, которые могут раскрутиться из-за вибраций. Боковая защита посажена на легкий фиксатор резьбы. На 90 тысячах пробега я поменял трос сцепления. Не знаю, был ли он оригинальным, просто периодически следите, чтобы он не начал тянуться. Мне пришлось поменять задний тормозной диск и в этом была моя вина. В 2020 году, путешествуя по Турции, я не обратил внимание, что мои колодки подходят к концу и повредил его. Заказал на Алиэкспресс за 50 долларов и до сих пор счастлив. В середине первого сезона у меня оторвало защиту цепи. Диме Провокатору только со второго раза удалось соорудить крепление, которое держит более основательно. Даже не знаю, или мне так повезло, или это нормальная тема для этой модели. Но проблему решили. Звезды и цепь. Последний комплект отработал 32 тысячи километров. Я не могу сказать, что прям активно за ними ухаживал во время моего большого мототрипа по Грузии, Турции. За 12 тысяч километров цепь мыл может быть раза четыре. Периодически пользовался автосмазчиком. Главное, чтобы она не оставалась сухой. Особо не заморачивался. Поездки по Карпатам мыл один или два раза за 5 тысяч пробега. Просто смазывал. Это говорит о том, что и в дальнейшем не буду заморачиваться по этому поводу. Главное следить, чтобы цепь не была в грязи. Расход бензина. За время эксплуатации мотоцикла в течение трех лет он не увеличился и не превышает 5 литров на сотню. За границей расход около 4,5 литров. Естественно, если скоростной режим по трассе до 140 км в час. Превышая эту отметку, мотот начинает жрать до 6 литров и выше. В Грузии, когда я поднимался на перевал Абана, у меня сорвало болт крепления боковой подножки. Но это скорее всего из-за того, что когда мы ставили защиту, мы не рассчитали его длину. Я надеюсь, что ничего не упустил и раскрыл все темы, о которых хотел вам рассказать. Если вам видео понравилось и вам есть что добавить, ставьте лайк и пишите в комментариях. До встречи на дорогах, друзья!